Здравствуйте! В эфире Планета Дзюдо. И мы ведем свой второй репортаж с сегодняшнего дня на праздники фестиваля Дзюдо. Каскад приглашает друзей. 30 лет клубу Дзюдо Каскад. И сейчас мы посмотрим с вами на площадку, где проходит выполнение контрольных нормативов по технике выполнения упражнений Дзюдо. И давайте мы посмотрим, здесь и дети, и взрослые, посмотрим, как это проходит, какие упражнения выполняются и как это все выглядит. Дзюдо Каскад. О, пусть и гай! О, пусть и гай! О, пусть и гай! Дзюдо Каскад. О, пусть и гай! Конечно, непростая задача стоит перед выступающими. Потому что здесь не только надо знать правильность выполнения упражнения, но также и знать японскую терминологию каждого упражнения, что усложняет весь процесс. Потому что ребята очень юные, и это дает двойную нагрузку. Но знание языка или хотя бы упражнений, которые выполняются в искусстве, которое было придумано в Японии, на мой взгляд, немаловажно. Поэтому, когда мы знаем язык, культуру, историю той страны, где искусство получилось свое начальное развитие, это дает большее понимание того, что же заложено в этом искусстве. В частности, мы видим искусство мягкости, дзю-дзюцу. Сейчас в «Потаме» находятся ребята из клуба «Кентаро», город Руборг, Калининградская область. А вот здесь сидят, видимо, родители, которые тоже изучают филитонское искусство. Там вот сзади видны, позади наступающие видны другие клубы, которые готовятся к выступлению. «Корректор А.Кулакова» Итак, вот мы только что посмотрели, как выступают юные дзюдоисты и сдают контрольные нормативы по технике выполнения упражнений. Сегодня это называется спортивное дзюдо. Мы на этом прерываем свой второй репортаж и включимся чуть позже, когда будет другое направление, другой этап. Вы смотрите «Планеты дзюдо», оставайтесь с нами.